Глубоко уважаемые председатели, глобоко уважаемые коллеги, казалось бы прошло немного времени, 1963 год, когда Бишоп в электронный микроскоп увидел вот этот микроб, хотя есть и приоритеты отечественных ученых, Института вирусологии, профессор Шакаян, профессор Машилов и Хаустов описали эпидемические гастроинтриты в Российской Федерации. Иван Александрович Покровский, многолетний наш лидер инфекционных болезней, традиционно, когда Владимира Петровича посылали на очередную вспышку эпидемического гастроинтрита, говорил, что опять мы шелез в России развели в этой ситуации. И понятно, что в настоящий момент стало очевидным, что неважно, где бы не жил ребенок на планете Земля, но до пятилетнего возраста, если мы о каких-то региональных особенностях, применительно к другим диареям говорим, связанные с водой, с окружающей средой, то ротовирусная инфекция победно шествует по планете Земля. И что такое? Два раза до пяти лет каждый ребенок переносит ротовирусный гастроинтрит, но лидер бесспорная Москва, где по официальной статистике до двухлетнего возраста каждый ребенок трижды переболевает ротовирусным гастроинтритом. И в Москве есть тоже свои лидеры. Это город Зеленоград и Северный округ, по данным Московского центра Роспотребнадзора, являются лидерами в кавычках. Но и понятно, что первая встреча с ротовирусом, неважно она происходит в три месяца, в три года или в той ситуации, когда ребенок идет в первый класс, наиболее клинически значимая. И поэтому манифестация может быть абсолютно самая разнообразная. И в настоящий момент утвердилась парадигма. Накопились данные, говорящие о том, что ротовирусная инфекция – это не только поражение кишечной трубки. В настоящий момент стали очевидны и описываются в мире огромное количество появилось публикаций в некишечных локализациях. Описаны серозные менгиты ротовирусной теологии, атиты, пневмонии и далее. Поэтому инфекция шагнула за пределы традиционного восприятия легкой инфекции. Конечно, у меня вызывает некий скепсис, что ротовирусная инфекция является триггером болезни Кавасаки. Но, возможно, пройдет какое-то время, и будет накоплено определенное полознание, которое либо это утверждение свергнуло с пьедестала, либо мы действительно будем считать, что это неизвестная болезнь как болезнь. Я цитирую американская монография, которая в прошлом году вышла. Поэтому в этой ситуации мы поймем, куда нам двигаться. Но печальная сторона медали заключается в том, что это не безобидная инфекция. Я напомню, что профессор Мерсон еще в 80-м году прошлого века в наблюдении за однояйцами-близнецами показал, что один эпизод диареи у ребенка до года отнимает у него 3 сантиметра роста. Забытый исследование академик Тимофеевой Санкт-Петербургского унии детских инфекций, которая уже в 60-е годы выдвинула эту теорию. И вот, собственно, я цитирую город Киров, монографию Марии Сергеевны Григорович, которая 18 лет наблюдала за детьми после перенесенной диареи. Потому что в Кирове один инфекционный стационар и один кабинет последующего наблюдения. Оказалось, что у четверти детей, реконолисцентов, ротовирусной инфекции, любой бактериальной инфекции, регистрируется в течение двух месяцев значимое постинфекционное нарушение, которое мы традиционно рассматриваем как функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта. И буквально в 2017 году в Санкт-Петербурге Юрий Владимирович Лобзина защищена также кандидатская диссертация, которая показала в другой популяции. Потому что сейчас принято делить сельских и не сельских, фермерских или не фермерских. Поэтому у нас и в крупном центре в мегаполисе ротовирусная инфекция имеет вот такие последствия. И, казалось бы, в городах, которые отличаются более спокойным образом. И, к сожалению, до настоящего момента, у меня убежал один слайд, но, надеюсь, мы вернемся к этому, Всемирная организация здравоохранения нам подчеркивает, что треть смертей от диареи мы могли бы предотвратить. И вот Геннадий Григорьевич Онищенко, уходя с поста главного санитарного врача, издал уникальный указ, что любой, ну, не должно такого случаться в жизни, но если случается пациент, который уходит в мир иной, и требуется определить инфекционное природозаболевание, в Центральном институте эпидемиологии на Новогерейске создана бесплатная референс-лаборатория, которая позволяет определять этиологию заболевания. И оказывается, что около 10% летальных исходов ежегодно приходится на ротовирусную инфекцию. Потому что до недавнего времени дети, казалось бы, от диареи в России не умирали, потому что интересовала причина смерти остановка дыхания, либо остановка сердечной деятельности. А вот этиологическая шифровка показывает, ну, поступает порядка 160-250 материалов, но это значимая цифра для Российской Федерации. И учитывая то обстоятельство, что заболеваемость в последние годы не имеет тенденции к снижению диареями, а этиологическая расшифровка в силу экономических обстоятельств сужается, я попытаюсь суммировать данные по Российской Федерации, основываясь на последнем государственном докладе, опубликованном в открытой печати. Поэтому подчеркивать, что бесспорно, остро-респираторная инфекция наша главная доминанта, а вот вирусная и другие диареи относятся к числу значимых кармано-опустошающих ситуаций, особенно ударяющих по карману как государства, так и каждого индивидуума, который заболевает ротовирусной инфекцией. Извините. И доля ротовирусной инфекции достаточно высока, 83 на 100 тысяч населения, учитывая, что значительная часть регионов не проводит этиологическую расшифровку и выявление причины значимости вируса. Растет число вспышек, связанных с ротовирусами, и на долю их приходится порядка 28% ротовирусная этиология. Сиротипы, доминирующие в Российской Федерации, изменяются, но обратим внимание на последнюю составляющую. Несмотря на значимость вирусных диареи, водянистых диареи, секреторных диареи, вакцинации целевой когорта населения осуществляется не более чем в 2%. Очень интересные данные, опубликованные Ринвиктором Михеевой в журнале «Инфекционная болезнь», которые посчитали экономический ущерб одного случая ротовирусной инфекции у ребенка. И цифра сама говорит за себя, лечение одного случая в ценах 2016 года суммируется порядка 60 тысяч рублей. И в этой ситуации возникает вопрос. Цена вакцины и, собственно, ущерба для здоровья, который наносит данная ситуация. И в настоящий момент перед человечеством нет альтернативы, как использовать эффективную вакцину, которая много лет используется на планете Земля. В настоящий момент 88 стран мира используют в рутинной практике вакцинацию от ротовирусной инфекции. И поэтому Российская Федерация, хоть и закрашена зеленым, понятно, что далеко не все города Российской Федерации имеют хотя бы в региональном календаре возможность предложить детям эффективную вакцинацию от такой значимой инфекции. Но начнем с того, что вакцинация ротовирусной инфекции началась с беспрецедентного исследования безопасности вакцинации, потому что была печальная страница вакцинации, связанная с ротошильдом, с коровьими штаммами, штаммами животного происхождения. Поэтому перед внедрением в рутинную клиническую практику вакцинации против ротовирусной инфекции проведено три плацебо-контролируемых исследования и когорта практически 72 тысячи детей. И в пострегистрационный период безопасность пятивалентной ротовирусной вакцины изучалась у 81 тысячи детей. Поэтому сделано заключение о бесспорной безопасности и эффективности, в той ситуации, если используются либо человеческие, либо реассортантные штаммы ротовирусов. И понятно, что в тех странах, где налажен эпиднозор за данную инфекцию, на примере в Соединенных Штатах Америки, обычно я говорю, что это та страна, как в той передаче ты не поверишь, сначала изучает эффективность в других странах, о континентах, но именно ветряная оспа и ротовирусная инфекция, а именно ротовирусная инфекция обходилась в казне Соединенных Штатов Америки в 1 биллион долларов, поэтому Соединенные Штаты Америки начали вакцинаться одними из первых. И суммируя данные подъема заболеваемости в Соединенных Штатах Америки по данным изучения в 66 опорных точках, обращаем внимание на желтую составляющую, как снизилась заболеваемость нижняя часть после внедрения вакцинации, поэтому никаких эпидемических сезонных подъемов заболеваемости ротовирусной инфекции не отмечалось. Кроме того, внедрение вакцинации от ротовирусной инфекции позволило в два раза снизить число госпитализации по поводу всех острых кишечных инфекций. Обращаю ваше внимание, что это не Российская Федерация. И в Европе, и в Америке госпитализация при острых диареях проводится только в крайне тяжелых ситуациях. Напомню, при шоке, при тяжелой дегидратации, при судорогах, литаргии, неукротимой рвоте, при необходимости хирургических вмешательств, либо из семей со социальными условиями. То есть достаточно серьезные показания. И в этой ситуации снижение в три раза госпитализации говорит само за себя. Кроме того, отмечено на 72% снижение сезонного подъема обращения в амбулатории или в центры оказания медицинской помощи. Но главным является, бесспорно, страховая компания, которая проводит свой статистический подсчет, ибо уроны оплачивают именно страховые компании. И поэтому давайте посмотрим на левую и правую составляющие этого слайда, и станет все очевидным. В той ситуации, когда в рутинной вакцинации использовался Рототек, либо использовалась вакцина для профилактики нам известного типа АКДС, число достоверно отличалось и по числу амбулаторных визитов и госпитализации, чего не было вовсе в той ситуации, когда в рутинную вакцинацию включалась вакцина против ротовирусной инфекции. Но для меня наиболее значимым является вот этот слайд. Уникальное популяционное воздействие. Смотрите, прививаем детей раннего возраста, начиная с двухмесячного возраста, а в семьях не болеют дети более старшего возраста, не болеют их старшие братья и не болеют молодые родители. Потому что популяционный эффект весьма-весьма значим. Потому что мы знаем эпидемическую значимость отчигаротой вирусной инфекции, когда в течение двух суток практически вовлекает вся семья. Наши данные коллег говорят о том, что на 98% у вакцинированных отмечалось снижение госпитализации по данным Европейской ассоциации детских инфекционистов. Но это развитая страна. А в развивающих странах каким же образом сказалась вакцинация? В таких странах, как Мексика и Бразилия, расшифровка ротовирусной инфекции не проводится как таковая. И поэтому оценивалось популяционное воздействие на частоту водянистых диареи и на летальность в этих странах. И было показано, что в Мексике снижение заболеваемости на 80%, а в Бразилии на 94%. И самое главное, обращаю ваше внимание на то, что и Всемирная организация здравоохранения ставит задачу к 2020 году снизить летальность в том числе и от острых диареи. И вот наглядный пример, как внедрение рутинной вакцинации в этих странах снизило летальность в целом от острых кишечных инфекций без расшифровки в Мексике на 46%, а в Бразилии на 22%. Данные наших финских коллег на примере одного из крупнейших городов Финляндии, ну, применительно к Финляндии это крупный город, вы видите, снизилась заболеваемость как ротовирусной инфекты, так и в целом диареями как таковыми, уменьшилось число амбулаторных визитов, и уменьшилась нагрузка на врачей, которые работают в первом звене здравоохранения. И последние данные, которые к настоящему моменту были доступны. Внедрение в Израиле, вакцинация против пневмокока и ротовирусной инфекции достоверно изменила ситуацию по заболеваемости ротовирусной инфекции и уменьшила бремя экономической нагрузки на здравоохранение данной страны. Очень важно подчеркнуть, что поливалентная вакцина защищает не только от штаммов, которые входят в состав вакцины, есть еще перекрестная защита, и поэтому внедрение в рутинную вакцинацию влияет на заболеваемость ротовирусной инфекции в стране в целом. И вот слайд убежал, к сожалению, в конец презентации в силу каких-то причин. Было проведено очень интересное исследование о последствиях ротовирусной инфекции в Краснодарском крае. Главный детский инфекционист Кахушинова, Сед Хусейнов, показал, что, помните, при первичной ротовирусной инфекции у четверти детей отмечается функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта, а при повторной ротовирусной инфекции уже более чем у половины детей регистрируется значимое функциональное нарушение. Да, диарея протекает значительно легче, преобладает в основном катаральное проявление, поражение желудочно-кишечного тракта уходит на второй план, но последствия и ущерб, наносимый для здоровья, вторым и третьим эпизодам ротовирусной инфекции при ее естественном течении суммируется в этом слайде. И в заключение я хотел бы подчеркнуть, что к настоящему моменту опыт 88 стран позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и говорить, что внедрение в рутинную практику влияет на заболеваемость ротовирусной инфекции, достоверно снижает число госпитализации, снижает число амбулаторных визитов, оказывает популяционное воздействие и на 50 процентов снижает, до 50 процентов снижает в том числе и летальность от диареи как таковых. Поэтому я не теряю надежды, что в ближайшее время я затрудняюсь сказать, сколько сейчас регионов Российская Федерация, но Москва точно 50 тысяч доз вакцина покупает ежегодно, использует хотя бы по эпид-показаниям данную эффективную вакцинацию. И Ольга Александровна, как один из лидеров вакцинации ротовирусной инфекции, продолжит знакомить нас с региональным опытом внедрения вакцины в Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.